Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов. Сегодня мы говорим о Meizu X8. Этот смартфон я купил уже второй раз, потому что на него была очень хорошая скидка, я просто не удержался. И по соотношению цена-характеристики это был просто великолепный смартфон. Спустя примерно месяц я в нем разочаровался. Разочаровался потому, что оболочка там не обновляется абсолютно. И если в 2019 году я хвалил Meizu, говорил, что по соотношению цена и характеристики это отличные смартфоны, то уже в 2020 году я хочу сказать, что все-таки Meizu слишком устарел морально в плане оболочки. У него очень красивая оболочка, и оболочка мне очень даже нравится больше, чем решение от Xiaomi, Huawei, некоторые решения от Samsung. Она очень лаконичная, минималистичная. Но нет элементарных вещей. Просто если мы хотим пользоваться Meizu X8, приходится устанавливать какие-то дополнительные программы. То есть нет такого, что достали мы, и из коробки уже пользуемся. Несмотря на то, что это очень красивый и очень функциональный смартфон за относительно небольшие деньги. В российской рознице он продается примерно за 10 тысяч рублей. Но это остатки, естественно, остатки. На сайте AliExpress T-Mall он стоил примерно 8 тысяч рублей. Я купил его даже второй раз, потому что я еще снимал давно на него обзор. Он мне понравился, я быстрее его продал. Потом я купил еще раз. Сейчас же этот смартфон я буду продавать и покупать уже что-нибудь другое. Потому что для повседневной жизни этот смартфон мне не устраивает. Просто дело в том, что не нужно сравнивать Meizu X8 с какими-то Huawei на 710 Kirin примерно за 10-12 тысяч рублей. Не нужно сравнивать его с, скажем, другими смартфонами, которые стоили его конкурентой. Сейчас этот смартфон по цене конкурирует примерно с Redmi 8. То есть это очень дешево. То есть Meizu X8 очень крутой за свои деньги. И в нем все, что сделано, очень круто. То есть и за эту цену, скажем, до 10 тысяч рублей невозможно купить смартфон с металлической окантовкой. Ну я имею в виду от известного производителя. Невозможно купить смартфон на 710 Snapdragon. Есть конфигурация памяти базовая 4.64. То есть реально это очень много. И самое, наверное, крутое в этом смартфоне это его дизайн. Потому что дизайн отличный. Он просто великолепный. Но это все уходит просто в небытие. Потому что там нет даже возможности поменять кнопки Android. То есть если кнопка назад она была слева, то все, она так и будет там стоять. Уже все смартфоны используют жесты. Уже все разработчики, всех программных облочек, все производители уже оснастили свои смартфоны качественными жестами. Жесты вначале придумали в iPhone, а потом все скопировали. У всех получалось криво-косо. В общем, жесты работали нехорошо. Сейчас жесты у всех крупных производителей работают просто отлично. Сейчас даже те люди, которые всегда пользовались кнопками, переходят на жесты. На Meizu жестов нет. То есть там такие жесты, которые, ну они такие убогие. То есть невозможно, скажем, в альбомном режиме выйти из приложения, пока ты не запустишь другое приложение через шторку. И оттуда выйти. То есть уже разработчики забили на этот смартфон. Настолько обидно, настолько печально, что телефон настолько крутой. И в нем невозможно элементарные вещи делать. То есть здесь 4 ряда иконок. Здесь невозможно поменять больше 4 рядов иконок. То есть я поставил Poco Launcher. Да, он работает хорошо. Но все равно, какие-то моменты все равно невозможно изменить. Невозможно изменить шторку. Невозможно изменить управление жестами. Смартфон работает на прошивке 7.1. Сейчас уже прошивка 7.3. Но это все на свой страх есть. Я почитал форум 4PDA. И там многие жалуются. То есть они сами прошились. И там микрофон не работает. Динамик не работает. В общем, какие-то моменты есть. Поэтому я не стал уже прошивать. У меня была русская версия. Купленная в России. Это RST. Естественно, это остатки. Но с другой стороны. Если мы хотим играть. Например, в какие-то тяжелые игры. И хотим минимально потратить денег на смартфон. То Meizu X8 просто это великолепный вариант. Потому что он все еще очень мощный. Все еще с очень хорошим качественным дисплеем. Это Full HD дисплей на 6,15 дюймов. И вырез камеры настолько красиво сделан. И этот смартфон сравнивался с очень многими смартфонами. Там где капелька. Там где вот разные моменты камер. У Meizu X8 очень крутое решение. То есть это реально очень круто. Даже когда мы смотрим YouTube. Там вокруг происходит закругление. То есть настолько мы из-за морочились в свое время с этим вырезом. В общем, тут все реально очень хорошо сделано. И по части дизайна. Смартфон просто выглядит в руках отлично. Ощущается в руках отлично. Про дизайн можно говорить очень долго. Потому что это реально очень красивый смартфон. Камеры в этом смартфоне очень хорошие. Не то что за свою цену. А даже с конкурентами в свое время. Это был смартфон реально с отличными камерами. Здесь камера основная от Sony. И вспомогательная от Samsung. И я приведу пример. У меня еще есть Huawei P30 Lite 20-го года. Это уже новое издание с 48-мегабисельной камерой. И мне нужно было записать какое-то видео. Мой основной смартфон был занят. Я достал смартфон Huawei. Смотрю, запись плохая. Реально, качество мне не понравилось про видео. Включаю Meizu X8. Ну, разница была ощутимая. Просто я не сделал прямых сравнений. Но суть в том, что Meizu X8 снял видео лучше, чем Huawei P30 Lite. А я всегда говорю, что у Huawei очень хорошее программное обеспечение по обработке фото. Ну вот, Meizu снял лучше видео. Ну и вообще, по части видео у него очень хорошие камеры. Там можно сделать приближение. И в целом мне камера Meizu, она мне понравилась. Даже звук с видео он записывает очень громко, очень качественно. Многие смартфоны за 15 тысяч рублей не умеют так записывать видео, как это делает Meizu X8. Но опять-таки, если мы будем сравнивать со смартфонами примерно за 8 тысяч рублей, скажем, Honor 10 Lite. Но на мой взгляд, Meizu X8 лучше. Я понимаю, что будут какие-то вопросы с жестами. Вопросы с тем, что не будет смартфон обновляться. Многие смартфоны работают уже на 10-м Android. А у Meizu X8 все еще стоит 8-й Android. То есть на 8-й Android. И самое интересное, что в китайской версии уже появился 10-й Android. Там уже все обновляется, все хорошо. Скоро уже прилетит Флайм 8-й. Уже выходят новые смартфоны от компании Meizu. Meizu 17 очень классный. По цене он получился хорошим. Но опять-таки, будет ли глобальная версия, это уже неизвестно. Смартфон, который стоил изначально 18-20 тысяч рублей, сейчас стоит 8-9 тысяч рублей. И он уже конкурирует с бюджетными Samsung. Скажем, Samsung A01 стоит примерно 6-7 тысяч рублей с конфигурацией памяти 2.16. Здесь же мы получаем конфигурацию памяти 4.64. И хороший 710-й снабдрэгер. Это на самом деле добротный смартфон. Просто с непонятной кривой оболочкой. Я, честно говоря, попользовался этим смартфоном. И я решил его продавать, потому что все-таки оболочка для меня решает. То есть, я понимаю, что очень многие решения Meizu хорошие. Там есть и клонированные приложения. Очень много своих фирменных фишек от Meizu. Например, вот виджет фонарика. То есть, мы включаем виджет фонарика. И через шторку невозможно выключить виджет фонарика. То есть, мне приходится обратно разблокировать смартфон. Заходить именно в виджет фонарика. И там уже выключать. И таких косяков в этом смартфоне очень много. Потому что в 2018 году они его выпустили и забыли хотя бы одно обновление сделать. То есть, если бы они одно обновление сделали бы. Исправили бы все эти косяки, которые существуют в этом смартфоне. Мы бы сейчас получили, наверное, самый лучший смартфон по соотношению цена-качество. Но на самом деле он такими и является. Потому что многие смартфоны до 10 тысяч рублей чаще оснащаются microUSB. Здесь же мы имеем USB Type-C. Да и вообще в этом смартфоне все сделано на совет. Единственное, что в этом смартфоне не было чехла. Мне пришлось купить с Wildberries чехол за 300 рублей. Ну и черт не как бы с этим чехлом. Это не самое страшное. Быстрая зарядка уже в комплекте. Смартфон изначально выпускался даже в свое время как очень мощный смартфон. Потому что 710 Snapdragon ставили в смартфонах подороже. А тут мы получается за 8 тысяч рублей получаем все современные фишки. Но вот оболочка она на самом деле убивает. И таким образом тут уже нужно смотреть. Если вам нужен смартфон рабочий, если вам нужен смартфон с максимальной функциональностью, то Meizu X8 вам подойдет просто великолепно. Но суть в том, что если мы хотим какие-то современные вещи о нем делать, то есть пользоваться жестами, для меня сейчас это очень важно. То есть Android кнопки для меня уже выглядят настолько устаревшими. Это просто настолько архаизм. Я понимаю, что многие до сих пор считают, что кнопки это лучше. Но нет. Когда пользуетесь жестами, жесты это на самом деле решают. Я имею ввиду, что жесты на каком-то более-менее мощном смартфоне. Я понимаю, что Honor 10i с 3 гигабайтом оперативной памяти тяжело тянет жесты. Но это на самом деле тяжело. А со 4 или 6 гигабайтом оперативной памяти жесты работают очень хорошо. И на более-менее средних процессорах управление жестовое сейчас доведено до совершенства. У всех производителей, кроме Meizu. Сейчас также можно купить и Meizu 16 на 800 срабетом снаберегами. Когда-то я советовал такой смартфон. Но сейчас примерно за 16 тысяч рублей я считаю, что уже, наверное, не стоит покупать такой смартфон. Потому что программная часть, она реально устарела. То есть, ну если вы прям игроман. Но опять-таки какие игры, если там очень маленькая батарейка. У Meizu X8 хотя бы не такая маленькая батарейка. Тут 3200 мАч. Смартфон работает реально нормально. На день его хватает при не сильной нагрузке. Ну вот из-за программной части я уже остался смартфоном не совсем доволен. То есть, я просто могу доплатить грубо 3-4 тысячи рублей. И купить у меня современный смартфон. С похожим процессором. Но зато уже на 10-ом андроиде. С постоянно получающим обновление смартфона. Жаль, что Meizu не получилось остаться на нашем рынке. На глобальном европейском рынке. Компания очень хорошая. Я любил в свое время Meizu. Она мне просто дарила очень многие хорошие эмоции от использования смартфона. Сейчас же я уже больше не хочу покупать Meizu на 8-ом андроиде. Потому что мир пошел вперед. Очень многое развелись в смартфонах. А Meizu остались в 2018 году. По крайней мере на российском и европейском рынке. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода.